Вы просто играете эти ноты на пианино. На самом деле это и будет музыкальный рендеринг. То есть музыкант из формального представления делает то, что люди реально слышат. То есть играет с какими-то изменениями ритма, с какими-то нюансами. То есть делает что-то натуральное, то, что принадлежит реальному миру. Когда вы формально разворачиваете такую фразу, как «мама мыла раму», то вы делаете то же самое. Вы сначала в голове представляете вот такую картинку. Если там много абстрактных понятий, ничего вы не представите. Вам потребуется все равно каким-то образом завемлить это. Граундинг, к слову, именно выйти в физический мир. Далее вы просто описываете физический мир, ну как вот школьное сочинение описывают. Это деформализация. Формализация делается наоборот, конечно. Почему это надо? Ну люди вообще такие интересные существа, что они лучше воспринимают вот такие реальные картинки из физического мира, чем воспринимают совершенно непонятные им абстрактные фразы, которые они не могут сопоставить со своим каким-то личным опытом. Поэтому перед тем, как коммуницировать, желательно коммуницировать не совсем уж формальным представлением, которое человек должен как-то, как компилятор, откомпилировать себе в мозг. И многие математики считают, что так же и должно произойти. Нет, так не произойдет. Вы должны как-то это отрендерить. Вообще этому хорошо учат риттеры. Они говорят, что там, например, одни из важных средств, которыми вы можете делать такой граундинг, например, вы можете использовать метафоры. Вы можете использовать метанимию. Каждый раз у вас уменьшается точность представления, общность ситуации, она реально сильно уменьшается. Но это же ничего, это нормально. Главное, что вы достигаете цели, вы передаете какое-то содержание, которое нельзя передать другим образом. Вот это, собственно, и есть разворачивание. Откуда вы берете эти детали? Ну вот вы представили картинку в физическом мире, описываете ее. Описать картинку можно. Я еще советую почитать, вот как описывают реальные картинки. Есть момент, найдите в этой книге. Это книга Пирсига «Дзен» или «Искусство ухода за мотоциклом». И вот в этой книге очень четко описано, как можно разворачивать бесконечное количество текста, если вы описываете какой-то предмет физического мира. Вот найдите этот там фрагмент, он достаточно известен, он часто публикуют. И можете взять эту технику, она хорошо там описана. Дальше. В каком-то из ваших материалов, это тот же Артемий спрашивает, в каком-то из ваших материалов было написано умение одновременно удерживать во внимании несколько вещей. Недословно. Вот как развивать это одновременно удержание во внимании взгляда на какой-то вопрос. При этом смотрите, если я читаю взгляда на какой-то вопрос, то я понимаю, что речь идет о вьюпойнте, то есть методе описания. И речь идет о нескольких вью, то есть описаниях, которые получены из разных вьюпойнтов, из разных методов описания. Речь идет о том, чтобы это удерживать одновременно. Ну, я понимаю, что речь, скорее всего, об этом. То есть я смотрю на один предмет с разных сторон, вижу совершенно разные вещи. Ну, и как бы с одной стороны я вижу цилиндр. Это классические картинки взгляда с разных сторон на сложную геометрическую фигуру. С другой стороны треугольник. С третьей стороны квадрат. И понятно, что речь идет о сложной фигуре. Как удержать одновременно не для геометрии, а для чего-то другого. Например, там для инженерного проекта. Я удерживать должен функциональное описание, конструктивное описание, компоновку, размещение, финансы. И вот это вот все дальше. Я знаю единственный надежный способ. И он важный, он главный. Пишите. В голове вы ничего не удержите. Это обычно очень большие описания. Пишите. А дальше, ну как устроен мозг? Вот у меня все студенты пишут. Но пишут они безобразно. Они не удерживают это. Почему? Потому что когда они пишут, они записали все сверху вниз, а потом я им тыкаю, что смотри, вот тут у тебя в этом месте написано, что в системе 4 части, в этом месте, что в системе 6 частей, в этом месте, что в системе 3 части. Скажи, сколько в системе частей? Они приходят в ужас, потому что по мере того, как менялся их ум, у них менялось описание числа частей в системе. То есть они меняли представление, у них что-то там происходило. И вот этот вот текст содержит несоответствие. Так вот, вам не надо ничего держать в голове, вы просто вывалили в текст, а дальше просто проверьте, эти описания разные бьются друг с другом или не бьются. То есть это описание одного и того же объекта или разное описание. Вы успели что-нибудь там поменять при переходе от одного представления к другому или нет? И у вас для этого столько времени, сколько надо. И вам ничего не надо вспоминать, у вас все записано. И вот это вот главное, что умение одновременно удерживать во внимании совершенно не означает, что речь идет о вашем человеческом внимании. Я вот в прошлое уже отвечал на этот вопрос, что человек ничтожен по сравнению с огромными проектами, но, извините, он придумал ручку-бумажку, компьютер, ручку-бумажку откинуть, как бы это древнее поколение. Но сейчас в компьютере вы можете иметь внешнее мышление, external cognition. Вот в этом внимании и удерживайте несколько вещей. Сколько-несколько? Ну, у вас там вся компьютерная память мира к вашим услугам, я думаю, там все поместится. То есть используйте экзокортекс, не надейтесь на свой мозг, не тренируйте вашу память, а тренируйте усидчивость, тренируйте то, что вы знаете, что записать, тренируйте то, что вы потом обязательно проверите, как соответствуют друг другу те вещи, которые вы выложили, может быть, в разные файлы, может быть, в разные места одного файла. Какая карта развития в области робототехники существует? Это Дмитрий спрашивает. И на каком языке программирования можно писать код для автономных костюмов солдат и для боевых мехов? Естественно, чтобы у этих систем была хорошая скорость реакции. Очень интересный вопрос, да. Значит, какая карта развития в области робототехники? Я не видел таких карт развития, не видел таких специализированных roadmap. Более того, для меня, мне представляется, что сама робототехника это такая странная штука, потому что у меня было довольно много работ, вот где я хихикал. Каждый раз, когда мы не знаем, как что-то работает, как что-то называется, мы называем это роботом. Один из первых роботов это был такой кондиционер, который сам себя чистит. Конечно, это был робот-кондиционер. Потом у нас появился просто кондиционер, потому что все кондиционеры начали себя чистить. И какой же это робот? Это просто кондиционер. То есть раньше что-то движется, это как бы обязательно робот. Самож движется, да. А робот-пылесос, ну конечно же робот-пылесос. Румба это робот-пылесос. Теперь мы понимаем, что румба это никакой не робот-пылесос, это просто пылесос. Робот-телеприсутствие, ну какой же он к черту робот? Это просто камера с дистанционным управлением на колесиках. То есть слово робот как-то тоже вроде бы неприменимо. И поэтому когда говорят карта развития области робототехники, я не очень понимаю. Может быть речь идет о человекоподобных каких-то роботах. Но тут тоже, смотрите, код для автономных костюмов солдат. Это что? Костюм бегает без солдата или солдат без памяти, а костюм его куда-то несет, потому что солдата убили, а как бы костюм несет его труп в ставку командования? Или там для боевых мехов? Боевые мехи, ну почитайте литературу, это что, танк только на ножках? То есть сильно уязвимая такая штука, медленная, неповоротливая, непонятная, как бы из мультфильмов. Ну вот, и еще чтобы у этих систем была скорость реакции, так вот нет никакой такой вот карты, как будет развиваться робототехника. Понятно, что моторчики, если они есть, будут вставляться везде. Мемсы, это интегральные схемы с использованием механики какой-то. Например, маленькая линза прямо на кремнии, она там меняет свою кривизну. Будет вставляться везде, всякие датчики ускорения будут вставляться везде. Вычислительные емкости, включая нейросетевые, будут вставляться опять же везде. А моторы, они бесщеточные, они все мощные, электроника для них силовая. Будет вставляться везде. И как это? Все вещи вокруг, вот все, что я вижу, оно в принципе может быть роботизировано. А почему оно будет роботизировано и неизбежно будет роботизировано? Потому что все, что я сейчас перечислил, оно имеет экспоненциальное снижение стоимости. Представьте себе, те гироскопчики, которые Apollo на Луну сопровождали, вот этот ящичек весил, насколько я помню, 15 килограмм. Вот эти все акселерометры, гироскопы, то есть то, что есть сейчас в любом телефоне. Вот когда вы поворачиваете и телефон знает, что он повернул, куда вы ускоряетесь, заехали в туннель, выпали из действия спутника, и он продолжает считать, где вы находитесь. Вот эта штука весила 15 кило. Сейчас она есть в любом телефоне. Цена ее какая. Ну, все зависит от материала емкости. Материала 0, ну, как бы и цена близка к нулю. И вот это, замечу, вот эти датчики и вот эти вот эффекторы, это то, на чем развивается робототехника. И карты-то особого развития нет. И у меня был небольшой спор. Я говорил, что смотрите, там останется цена только механики, а механика, ну, вы можете смотреть на бытовую электронику, там всякие чайники. Вот это вот все, что вы можете купить в магазине. Утюги, пылесосы, видите, там примерно одинаковая цена, там никакого экспоненциального снижения нет в цене. Это просто нужно точное изготовление деталей. Вот это будет, как бы, неэкспоненциальная технология. А вот электроника будет экспоненциально уменьшаться в цене нейросети, экспоненциально уменьшается в сети, в цене датчики. Так вот, меня убеждали, что сейчас и точная механика, точно так же она падает в цене, что все это стоит единицы долларов. Все вот эти вот обработки и материалы падают в цене, и как бы все падает в цене. Это означает, что роботы будут очень дешевые. Вы можете сейчас посмотреть на какую-нибудь Boston Dynamics. 74 500 долларов, насколько я помню, сейчас можно купить в онлайне робота с нагрузкой 14 килограмм, четырехногого, бегает по лестницам, управляется, ну там, чем угодно. Платформа такая роботическая. Но через некоторое время это будет двое дешевле. Если это обычный закон Мура, ну там через пару лет, да, еще через пару лет, это еще вдвое дешевле. И как бы вот для меня вот эта карта развития в области робототехники. То есть такие платформы, четырехногие, например, как Boston Dynamics Spot, они будут повсеместны, потому что, ну это же очень удобно. Ты взял сумочку с продуктом, выпрыгнул такой робот из автомобиля и понес сумочку прямо к двери дома. Да? Вот это вот по лестницам пропрыгать, как бы в лифте кнопочку нажать. Такой робот вполне сможет. И если его цена будет, скажем, две тысячи долларов, а почему нет, то вот это вот и есть мейнстрим, которым будет развиваться робототехника. То есть вот этот вот топ Spot Mini, это самое главное. А все вот эти вот экзотика, типа мехи, человекоподобные роботы, ну не будет этого. Это как бы экзотика, не очень понятно, зачем она нужна, не очень понятно, какие применения именно человекоподобных роботов. А вот такие вот роботы-курьеры, которые где-то там куда-то прибегут, похожие на животных, шагающие механизмы такие, чтобы по лестницам бегать, а не на колесиках, только по асфальту, чтобы через бордюрчик переходить. Вот это вот будет развиваться, развиваться быстро, и вот тут мы увидим основное развитие робототехники. Манипуляторы к этим роботам, потому что на эти, очень захочется три или четыре руки разных, с разным навесным оборудованием, смонтировать на таком роботе. И там же не нужна, как у собаки, голова с зубами, чтобы есть, чтобы что-то делать. Ну вот будет манипулятор вместо головы. Собственно, собака тоже свою голову как манипулятор использует. На каком языке программирование можно писать код? А когда я видел код, который написан для наших реальных экзоскелетов, есть такие люди, они пишут код для экзоскелетов, ну, это был ассемблер. Ну, это, конечно, полное безобразие. То есть, на ассемблере это писаться не должно, на каком языке программирования будет писаться, по большой разнице, в общем, нет какой-то особо большой разницы. Я думаю, что какие-нибудь из языков, которые хороши для вычислительной математики, они там вполне могут быть использованы. Это должны быть быстрые языки, которые там не хуже ассемблера, не хуже C. Я думаю, что это может быть код на Джулия, но там надо просто будет решить пару-тройку таких проблем. В принципе, Джулия уже для робототехники есть. Джулия вычислительный язык. Работает она, сравнимо с C, фортраном, то есть, низкоуровневым языком. Писать на ней, как на высокоуровневом языке. Но это точно не будет питон, потому что там, где питон, там нет реального времени. С Джулией можно надеяться на реальное время. Это один из немногих языков, которые даже в суперкомпьютинге выпускают на суперкомпьютер. Следующий вопрос, это вопрос про ожидаемые представления, ожидаемые наблюдения сложнее. Раздел терминологии. В таких спорах о терминах важно уметь распознать, затем формулировать в речи свои представления о мире, как ожидаемые наблюдения, не через терминологию, из вашего любимого диалекта, даже если она берется из вашего любимого стандарта или словаря. Это Светлана, как я понимаю, реагирует на то, что я отвечал в предыдущем, Анна. Александр. В одной из ваших публикаций, если не ошибаюсь, было упомянуто о возможном применении системного подхода в коррекции зрения. Планируется ли в будущем попытка решить такую задачу? Или, может быть, вы передумали? Какие наработки будете использовать? Это Александр спрашивает. А вот Александр не угадал, потому что он все пишет в будущем времени, но у нас все происходит очень быстро, и с мышцами аккомодации, и вообще с глазными мышцами уже работала в прошлом месяце достаточно активно лаборатория телесного мышления. Вы можете найти в Телеграме чат лаборатории телесного мышления. И в этом чате и картинки глаза, мышц глаза, и очень, я бы сказал, специфического вида мышцы глаза препарированного, очень натуралистическое, такое, как пинцетиком берут эти мышцы. Страшное зрелище, честно говоря. И результаты обсуждались, и упражнения обсуждались, работа полным ходом идет, есть какие-то результаты, присоединяйтесь, идите в чат лаборатории телесного мышления, там около 300 человек, ну и присоединяйтесь и проводите тоже эксперименты. Это системный фитнес, системный подход, там все вот это вот есть. Анатолий Игоревич, какое у вас отношение к алкоголю? Любите пробовать какие-нибудь дорогие вина в сочетании с правильной едой? Это вопрос Александра. Значит, у меня отношение к алкоголю отрицательное. Я видел в своем далеком детстве, я видел, что делает алкоголь с людьми, и я понял, что у людей мозг отшибается, а мне было очень ценно, чтобы мозг у меня все время работал, чтобы я как бы не терял свое состояние. Примерно до пятого класса. Надо при этом понимать, что школу я заканчивал в городе Анапе, а в Анапском районе там что-то около 17 винзаводов. Ну, чтобы вы понимали, там на машине 15 минут это субсех, вот рислинг субсех, виноградники Суко, это там 15 минут чуть в другую сторону, виноградники Витязева, и вот все вот эти вот черные глаза, улыбка, все вот эти вот вина, это Анапский район. Что касается Абрао-Дюрсо, то там на машине тоже примерно минут 40. Вы представляете, все Абрао-Дюрсо, вот все эти шампанские, то есть я жил в очень таком интересном месте, Золотой берег, Вина, рислинг субсех, вот это все как бы 15 минут на машине от моего дома, да, все вот эти вот разные марки, мускаты всевозможные, у меня во дворе значительное время просто рос виноград, Изабелла, то есть чего там только не было. А если учесть, что мой папа некоторое время работал еще и руководителем оркестра в ресторане, он был скрипач, даже играл в какой-то момент в оркестре маршала Жукова, то вот в этот момент ресторан Золотой берег у нас были опытные вина в холодильнике в больших количествах. И я класса до пятого пытался их так вот иногда пробовать, никогда не до окружения в голове, не до каких, а именно вот на вкус. Я удивлялся, что люди в них находят. Ну как бы есть куча еды, у них разные вкусы, ну и тут чуть-чуть разный вкус. Я при этом видел, что эти люди, как ведут себя люди, которые вот напробоваются в промышленных количествах. Поэтому где-то в классе в пятом я сказал, ну все, как бы на вкус я попробовал, а вот этих вот эффектов я пробовать не хочу. И все. Самое сложное было в студенчестве, потому что там советское время студенчества это с 75 по 80 год. Уговаривали выпить все. Все в больших количествах. Но я не поддался и не пью до сих пор. Поэтому я не люблю пробовать никакие ни дешевые, ни дорогие вина в сочетании с правильной едой. Я пробую разную правильную еду. Без вин вообще. Я не считаю, что при этом я как-то проигрываю, чего-то теряю. По-моему, я только выигрываю. Я всегда имею ясное сознание. То же самое у меня произошло с курением. Потому что в какой-то момент в очень нежном возрасте, когда еще дети не курят, а курили в то время вообще все, это было где-то ну 70-й год, наверное, ко мне пришло понимание, что я уже видел трех или четырех человек, которые хотели вроде бы бросить курить, но у них не получилось. Я слышал такие разговоры время от времени, типа вот, хочу бросить, но что-то никак не получается. И мне пришла в голову очень светлая мысль, сейчас я удивляюсь, почему она мне тогда пришла в голову, что если у них не получилось, то чем я их лучше, что у меня получится. И есть единственный способ этого избежать, это просто не начинать курить. Ну и я, соответственно, в жизни не выкурил вообще ничего. Если вина я хотя бы на вкус там пробовал, да, именно вот на вкус, там не более чем, может быть, 20 миллилитров, ну там 30 от силы, да, сколько там надо, чтобы на вкус попробовать, то в курении вообще ничего не курил. И опять же, смотрите, я считаю, что я только выиграл. Ну тут еще надо сказать, что я еще и матом не ругаюсь. поэтому таких других людей нет, не пью, не курю, матом не ругаюсь, смотрите, какой я идеальный. У меня много других пороков, которые с лихвой покрывают вот эти. Уж не знаю, другие люди считают это пороками, я считаю это достоинством. Дальше есть вопросы про ЖСТЛ, жизненная стратегия творческой личности, которую задавал Андрей Телятников. Я ему подробно и письменно ответил ВКонтакте, вы можете посмотреть мою ленту ВКонтакте. Единственное, что я скажу, что теория ЖСТЛ, вообще говоря, сводится, это я кратко скажу для всех остальных, кто не заглянет ВКонтакт. Жизненная стратегия творческой личности заключается в том, что вы с детства имеете мечту и ее преследуете. Но, как вы понимаете, это совершенно не современная, абсолютно утопическая социалистическая теория. Мы наблюдаем огромное количество ошибок выживших, которые Альтшулер в свое время начал коллекционировать. И, конечно, он смог найти некоторых примеров людей, у которых была какая-то абстрактная более-менее мечта, они вроде бы к ней шли и вроде бы к ней пришли. Ну, мы знаем, что огромное количество людей, которые совершенно случайно находили мечту, потому что они чем-то занимались, а потом выяснялось уже, что это и есть их мечта. А в наше время, я считаю, что такие события будут происходить, не знаю, там, каждые пять лет. То есть мечт этих будет много, и я не поддерживаю веры во всякие утопии и привожу всем пример, что вот хочет создать вычислительную машину Бэббидж, он изобрел программирование, изобрел понятие подпрограммы, изобрел понятие программы, изобрел понятие разделения программой данных, ну, как бы, ну, вот все он изобрел, да, и даже попробовал что-то с Ладой Лавлис-Байрон, но, с адой Лавлис-Байрон, но обращу ваше особое внимание, что пневматические, механические, электрические на реле искрящих, да, попытки сделать вычислительную машину не удались, и первые машины были электронные, электронные они были, потому что они на электронных лампах, а потом, а потом на транзисторах, а потом, а потом на специфических таких транзисторах, которые были уже на больших микросхемах, и вот тут-то все и поперло, да, вот не попадайте в эту ситуацию, потому что вам, может быть, придется ждать полторы сотни лет, пока будет как-то найдена вот эта вот летящая сбоку новость, которая реализует вашу вот эту вот мечту. Итак, во всем можно приводить примеры, не поддавайтесь этому, у меня выходит через буквально неделю, наверное, будет опубликована книга «Образование для образованных», первый раздел там подробненько про вот эти мечты, про личное стратегирование, и тут основная моя идея, что у вас один и тот же образ мыслей, один и тот же тип рассуждений про то, как вы стратегируете лично себя любимого, у вас один и тот же тип рассуждений, как вы работаете с тех предпринимательством, то есть работаете со стартапами, так называемыми, технологическое предпринимательство, и то, как вы работаете в больших корпорациях с корпоративным предпринимательством, ну или как Эрик Рис говорит, что все стартап, вот смотрите, одно и то же рассуждение, абсолютно одно и то же, там вы должны делать пивоты, там вы должны бросать свою мечту, как только понимаете, что она нерентабельна, как бы убыточна, и ни в коем случае не поддаваться этой идее, что если вы будете биться в кирпичную стену достаточно долго вашим мягким лбом, то еще чуть-чуть побьетесь, и обязательно стену пробьете, вот этому никогда не поддавайтесь, у меня на эту тему, еще раз говорю, был курс, у меня на эту тему книжка, много текстов, и вот это вот жизненная стратегия творческой личности, не увлекайтесь такой литературой, она из далекого социалистического прошлого, она как бы не про то, она про выдуманных людей, выдуманную эволюцию, так что все это, ну его. Да, вот в чате тут Андрей Анатольевич Челятников как раз пишет, что да, подробнее в шоу образом получил ответы, ну вот, часть я видите, еще и устно сказал. Афанасий Никитин пишет, что работа Зиновьева по логике и методологии, оценка и вклад в развитие онтологии и логики с вашей точки зрения. С моей точки зрения практически нулевой, и эта точка зрения поддержана, вообще говоря, многими логиками, вы если посмотрите, всех же логиков спрашивают, а как вы относитесь к логике Зиновьева? Здесь смотрят и говорят, ну там человек делает какую-то вдали от мировой цивилизации, сочинил свою собственную конструкцию, и, как это, как в Википедии это называется, Орис, не очень опираясь на работу предшественников, выдергивая их из контекста, он сочинил какую-то там свою систему. Ну, человек побаловался, написал много книг, написал много художественных книг, художественные его произведения хорошо известны, это все нормально, личность большая, да, творческая, но вот как логик, ничего там особенного нет, его работы, как к делу приспособить его работы, непонятно, непонятные, и, ну, мы имеем еще ряд, даже больше инициатив, Зиновьев как бы в одиночку, вот московский методологический кружок, там сотни людей участвовало, но там примерно с тем же результатом, потому что либо ты идешь в русле мирового развития и твои исследования вплетены в мировую вот эту вот ткань, в мировой knowledge graph, либо ты делаешь какой-то выделенный кусок сбоку, ну, ну, выделенный кусок, но он не вплетен никуда, и поэтому непонятно, что с ним делать, так что у меня оценки нет, я считаю, что, ну как, вклад небольшой, был бы большой, мы где-то это увидели, почему никто не развивает, ну, знаете, как неуловимый Джон, что он, почему неуловимый Джон, ну, потому что он никому не нужен, его никто не ловит, потому что, не потому что он неуловим, ваше отношение к личности Мао Цзэдуна и Сталина, сволочи, палачи, гады, ну, как, вот, по-другому нельзя сказать, человека-ненавистники, они ради каких-то идеалов, может быть, может, у них и были идеалы, сомнительно мне это, но, может быть, и были, но они погубили довольно много человеческих жизней, абсолютно реальных, эти человеческие жизни погубленные, сделали для человечества, наверняка сильно побольше, чем сам Мао Цзэдун и сам Сталин, поэтому у меня отношение к этим ребятам, ну, поганые они люди, их существование на земле много чего остановило, да, там, хорошо тормознули прогресс на вверенных им кусках суши, но дело в том, что не вверенных им кускам, они сами же отодрали это дело, при помощи силы, ну, ладно, с этикой у этих людей было все очень плохо, поэтому, мое отношение самое негативное, дальше, нужна ли лингвистика образованному человеку, особенно кодеру-программисту, вообще же, как для повышения квалификации норм, это, последний вопрос, вот, Афанасия Никитина, и, мое мнение такое, что с лингвистикой все, ну, очень хорошо, было, вот это вот слово было, оно очень правильное, все стало очень плохо в тот момент, когда выяснилось, что нейросетевой парсер парсирует точнее, чем все парсеры на всех правилах, которые там придумало человечество, эти работы были примерно три года назад, после чего очередная штука, придумали нейросетку, архитектуру и трансформер, это 2017 год примерно, и вот с этого момента, я считаю, все, что связано с лингвистикой, можно выкидывать, потому что, теперь у нас немножечко вообще другая лингвистика, то есть, вся лингвистика оказалась не столько работая с формальными какими-то моделями, с формальными схемами, а вся лингвистика оказалась работая с распределенными представлениями, распределенными представлениями, это distributed representation, то есть, сработала очень экзотическая ветвь лингвистики, на которую никто никогда не смотрел, и лучшие лингвисты сегодня, это не ученые, которые что-то там в языке предсказывают, или там помогут настроить, что-то там настроить, а лучшие лингвисты сегодня, это те программисты и математики, которые настраивают правильно задачи работы с естественным языком, и там лингвистика связана и с моделями мира, и с граундингом, и с философскими работами онтологическими, и с эпистемологией, то есть, задача понимания естественного языка, а сама вот эта вот форма языковая, она оказалась совершенно другой природы, и там много интересных чудес, о которых лингвистики особо и не помышляли, оказывается, смысл лежит на отдельных звуках, вот работы Карпаты были, он догадался сделать, он догадался попробовать значение приписывать не словам, а буквам, и выяснилось, что значение отлично приписывается буквам, хотя там по чуть-чуть, чуть-чуть, но все-таки приписывается, и вот такие штуки, ну просто закрыли все, что в лингвистике раньше были, я так считаю, и открыли абсолютно новое направление, поэтому смело идите в лингвистику, которая уже ни разу не лингвистика, ее и лингвистика это никто не называет, а чаще называют Natural Language Understanding, то есть задача сдвинулась от формы к содержанию. Когда речь идет про системный подход, то по-английски пишут Systems вместо System. Почему в адресе сайта ШСМ используется System, а не Systems School.ru? Но вопрос сложный, у меня, если вы посмотрели, по-моему, в учебнике системное инженерное мышление, эта история я рассказывал, я вступал в переписку с разными людьми из инкоза англоязычными, и они рассказывают следующую историю, что раньше вообще говорили System, то есть с самого начала, а потом каким-то чудесным образом System в словосочетаниях таких, как системное мышление, системная инженерия поменялась на Systems, и просто вот исторические. Ну, вначале было System, а теперь Systems. Почему не System School? Ну, потому что опечатка такая была в зарегистрированном доменном имени, и ее решили не исправлять, потому что никого это не волнует. Более того, иногда эти слова оказываются занятыми, но можно использовать одну из двух форм, которая не занята. но приятно, что вы обращаете на такие мелочи внимание. Вот я когда-то тоже обратил это внимание, но решили второе доменное имя не делать с этой ошибкой. я тоже считаю, что Systems School было бы лучше, и Systems Management, Systems Engineering, конечно, там Systems, а не System Engineering, System Management. Есть еще очень интересная теория, ну, как бы не теория, а разговор про системная инженерия и Engineering of Systems, что это вот все то же самое. Нет, это не все то же самое, потому что инженерия каких-то систем это прикладная инженерия, инженерия пылесосов, инженерия ракет, а Systems Engineering это инженерия с системным мышлением в голове. И Systems, она вот ровно вот это, что там есть вот системное мышление в голове. Это как бы если было бы Systems School, то это как бы системная школа, школа с системным мышлением в голове. Ну, вот как-то вот так вот можно рассуждать. Но, в принципе, еще раз говорю, это вы можете считать, что там Systems School это как бы как архаизм употреблено, потому что несколько десятков лет назад писали System в этом месте. Школа занимается не только обучением, менеджменту. Это был вопрос Василия, и второй вопрос Василия. Школа занимается не только обучением менеджменту, в этой связи нет ли планов по ее переименованию. Менеджмент это не узко для такой широкой программы. Наверное, люди, которые сталкиваются со школой в первый раз и не интересуются менеджментом, могут пройти мимо. Но рассуждение было ровно наоборот, как бы иметь школу, мимо которой не прошли бы. И я прямо предлагал, когда мы делали эту школу, мы с Циреном это обсуждали, с Циреном Циреновым, он управляющий партнер, сейчас я занимаюсь наукой в этой школе, и мы прямо обсуждали, что конечно надо назвать ее школу системного мышления. Дальше вопрос, а сколько людей пройдут мимо школы системного мышления? Ну вообще много людей пройдут мимо школы системного мышления. А как ее бы надо назвать, вот в чем она должна применяться, чтобы мимо не прошли? Ну давай назовем школу системной инженерии. Но очевидно, что системная инженерия, там и спрос на системную инженерию небольшой до сих пор, это вузовская специальность, как бы никакого лица там особенного нет. И мы решили, что мы будем работать с руководителями на первых порах, чтобы достаточно быстро вырасти. А для руководителей надо называться не инженерами, не мыслителями, а надо назваться менеджерами. Мы подумали и сказали, ну отлично, ну пусть будет школа системного менеджмента. И будем чему учить? Первый курс, он так и был, курс, он самый первый курс, который я провел в этой школе, это 2015 год, с чего собственно школа и начиналась, после одного из таких курсов моих, что-то там была смычка между инженерами и менеджерами. Я как раз вот системное мышление, как бы язык, который позволяет делать смычку между инженерией и менеджментом. Там даже предпринимательства в этом букете не было, были слова только про инженерию и менеджмент. И вот была идея, Цирен получилась школа системного менеджмента. Для этой школы я специально уже после того, как школа была сделана, имя было выбрано, нам пришлось пересмотреть системное мышление, и я написал уже полноценный учебник системное мышление, который вышел в 2018 году. Системное инженерное мышление вышло в 2015 году, а системное мышление вышло в 2018 году, книга. И вот эта книга уже была полностью унифицирована для инженерии и менеджмента. Поэтому только с этого момента можно было в этом серьезно говорить, что да, у нас смотрите материалы по системному мышлению. В этот момент у нас уже был курс антологики, мы уже провели все разговоры, какой-то курс был, не тот, который сейчас, сейчас лучше, он как бы не сопоставим с тем. Но вот сейчас мы называемся школа системного менеджмента. И наверное можно говорить о переименовании, но зачем? Школа системного менеджмента вполне нормально, флагманский курс, вот мой так и называется системный менеджмент и стратегирование. Ну пусть будет ничему не противоречит. Добрый день, Анатолий. Сергей спрашивает, расскажите, чем отличаются между собой теории, трансдисциплины, прикладные практики, а еще методы от методологии? Вот это очень интересный вопрос. Смотрите, описания какие-то, теории, модели, вот это все одно и то же. Вот формальные какие-то описания, понятийные описания, мы их можем называть формальными моделями, теориями, антологиями можем называть. И вот это вот и есть как бы теории. Там мы можем выбирать любое слово. Трансдисциплины и прикладные практики это немножко другие звери. Дело в том, что трансдисциплина это набор некоторых теорий и методов может быть описания, кроме теории, как выражать вот эти понятийные системы в каких-то нотациях, например. Приемы, как описывать, как начинать описание, как проверять описание. То есть там кроме самих правил описания может быть как бы мета правила. И вот это дисциплины, а трансдисциплины это те дисциплины, которые используются во множестве других дисциплин. Это вот такое вот есть понятие, оно закрепилось в последнее время. И это в последние пять лет перешло даже в системную инженерию. Есть некоторый консенсус, что системная инженерия перестает быть дисциплиной, ее считают трансдисциплиной. Почему? Потому что во всех прикладных инженериях, вот этот engineering of systems, используется системная инженерия. Почему? Вы везде работаете с требованиями, вы везде проводите верификацию, валидацию, вы везде работаете с архитектурой, вы везде управляете конфигурацией. Вот это есть трансдисциплина, что куда вы не придете, везде этим пользуетесь. То же самое трансдисциплина системного мышления, вы пользуетесь этой трансдисциплиной системной инженерии, о которой мы только что сказали, и в менеджменте, и в предпринимательстве, во всех других трансдисциплинах кругозорных по деятельностным трансдисциплинам. Антологика то же самое, она используется антология, там много разных таких полуфилософских дисциплин. Антология, логика, эпистемология, они все взаимно используют друг другу. Там такой клубочек, где непонятно с чего этот клубок распутывать, поэтому мы называем от слов антология и логика вместе. Хотя, опять же говорю, там и научное мышление, и эпистемология, то есть там много чего входит. И коммуникация. И оказывается, что вы, когда работаете с классами, вы работаете и в системном мышлении, и в вычислительном мышлении. И когда вы проводите какие-то эксперименты, научное мышление, там тоже вот все эти дисциплины. Поэтому мы это называем трансдисциплинами. Это то, что нужно вам всегда. Но так же, как, наверное, арифметика тоже является такой трансдисциплиной, потому что вычисления вы проводите типа там 2 плюс 2, вы проводите везде, даже в истории, наверное, такое есть. А прикладные практики, смотрите, тут слово практика другое, потому что практики включают в себя еще и сведения по тому, как вы задействуете инструменты. То есть там, кроме дисциплины, есть еще часть, связанная с инструментами. И прикладная она потому, что речь идет о какой-то узкой предметной области, о каком-то классе предметов. Предмет надо так и понимать, предмет там. Предметная область работает с чашками. Вы делаете чашки. Это очень узкая предметная область. Чашки, но, например, не компьютеры, не мышки. И вы не можете прийти с знаниями, как вы делаете чашку, и там выпускать мышки или компьютеры, или там воспитывать людей. Поэтому это не трансдисциплина в основе лежит. И это будет чисто прикладная такая штука. Вы прилагаете эти знания к какому-то одному предмету. Это прикладной уровень. Поэтому граница зыбкая, нечеткая. Но ничего у нас четкого в мире-то и нет. У нас же все вероятностно. И это как раз вот... Это веяние такой времени. Нет вот той самой рубленной истины, точных законов. Да, все оказывается такое зыбкое, вероятное. Мы только смещаем вот эти вот вероятности разные. Но вот общее понимание у вас должно остаться. Что если вы видите, что какое-то знание применимо вообще в любых проектах, по любым предметным областям, чтобы не работали, типа умение читать, писать, например, выражать мысль формально, нотацией какой-то, то вот это трансдисциплина. Если вы как-то думаете, вот этот способ мышления везде, типа как системное мышление, у нас оно в танцах, у нас оно в инженерии, у нас в предпринимательстве, у нас это во врачебном деле. Вот это трансдисциплина. А если вы работаете только на обувной фабрике и, например, умеете очень хорошо моделировать туфли, то это точно не трансдисциплина. Чем отличаются методы от методологий? А, в общем, ничем. И это прямо в одном из стандартов сказано, что method and methodology, вообще говоря, синонимы. Это 24.744, насколько я помню, стандарт. Там прямо это просто прописано и поставлена точка вот в этом вот месте. И где иногда еще путаются? Путаются в том, что методолога не отличает от методиста. Дело в том, что методолог, это как раз тот, который вот этот вот метод разрабатывает. А метод, что это такое? Метод, это вообще работа с собиранием всех практик жизненного цикла, то есть самых разных дисциплин и поддержки дисциплины самым разным оборудованием, для того, чтобы собрать какой-то жизненный цикл. Это ответ на вопрос, как делать. То есть, чтобы сделать что-то, вам надо собрать много практик. И если эти практики собраны для чего-то под ключ, то вот этот набор практик мы называем метод. Ну и дальше там есть части этих практик, как бы под практики. И просто это, как бы, некоторые такие крупные практики, метод. Например, иногда говорят не практики системной инженерии, а иногда говорят метод системной инженерии. То, что вы работаете с практиками инженерии требований, инженерии системной архитектуры, проверки и приемки. Вот все эти практики, если собрать, иногда говорят метод, иногда говорят методология. Это синоним. А вот методист это другое, потому что по-английски это instructional designer. Это тот, кто пишет методичку. Тот, который объясняет метод. Потому что одно дело собрать все и сказать, вот метод, да, но никому ничего не понятно. Другое дело посмотреть, какой метод на входе от методиста и написать методичку понятным языком, сделать красивые картинки, составить задачи, сделать последовательность обучения. И там немножко другие знания нужны. Не знание о методе, а знание о том, как этот метод брузится в голову человека. Вот этот методист, это задача instructional designer. Поэтому вот эти все слова, конечно, путаются друг с другом. Но как-то вот давайте их различать. У меня опять же книжка «Образование для образованных», и там делаются многочисленные пояснения по этим словам. Ну и в учебнике «Системное мышление» есть пояснения. И я думаю, что некоторые пояснения делаются на курсе онтологики, хотя меньше, потому что курс онтологики еще до вот этих, до дисциплин-то особо не доходит. Анатолий, извините, пожалуйста, за вопрос. Какие ваши основные достижения, которые вы достигли с помощью системного мышления? И можно ли гарантированно достичь успеха с помощью системного мышления? При учете, что я буду добросовестно учиться и практиковаться. Спасибо, Светлана. Значит, я не понимаю, почему извиняться за такой вопрос. Вопрос абсолютно нормальный. Да, это как бы, что тут стесняться? Какое мое основное достижение, которое я достиг с помощью системного мышления? Я. Вы будете смеяться, но вообще основное достижение – это я. Я освоил системное мышление, и мне очень нравится работать с системным мышлением, потому что когда я провожу простейшие совершенно ходы мыслей из системного мышления, люди обычно говорят «ты там был, ты знаешь». Не, я не знаю, я говорю, я просто по книжке действую. А содержание книжек, если вы помните, я взял из стандартов системного мышления. Пока я писал книжку, я их хорошо к себе в мозг взял, поскольку лучший способ – это мышление письмом. Поэтому какое-то системное мышление у меня сидит, и когда мне люди говорят «ты гений», я говорю «ну как, я не гений, просто первое – системное мышление, и второе – мне в части кругозора помогает гуголь». Я говорю «отлично», поэтому я – самое крупное достижение. А там есть некоторые другие вопросы, оттенки, потому что я, конечно, понимаю, что вот смотрите, какой я молодец, а вы скажете «ну это как бы не совсем молодец». А вот есть ли что-нибудь такое отчуждаемое, потому что вдруг я просто был гением с детства, и это не системное мышление, я просто гений такой, не проверишь же. Хотя я утверждаю, что это не гениальность, я каждый раз могу сказать, что это рассуждение из вот такой-то страницы учебника. Ну вот как проверить, что это я или системное, я гений, или системное мышление во мне гений. Да, я говорю «вот я сейчас вот, вот это рассуждение соответствует вот тому, что на странице учебника». Вся моя гениальность в том, что я догадался не просто подумать, а очень быстро вспомнить страницу учебника. Ну, собственно, так обучение-то и работает. Вы просто быстро, не задумываясь, вспоминаете, не знаю, теорему Пифагора, если речь идет о математике, в тот момент, когда вам нужна именно теорема Пифагора. Мне кажется, что очень интересный результат, который я получил, чем я горжусь, да? Очень интересный результат, кроме буквально в каждой группе 3, 4, 5 откровений, например, по поводу целевой системы. И в каждой группе у меня есть инсайты, люди, которые получают инсайты в своих практиках, в своих проектах, продвижения в своих проектах, именно благодаря использованию системного мышления. Я просто каждый день это вижу, да? Ну как, у меня учебные группы идут каждый день практически разные. Я во всех группах это устойчиво вижу, что люди просто у них такое просветление по поводу своих проектов, инсайты такие. Я вижу, как у них меняется настроение, как у них проекты двигаются вперед. Это как бы внешняя сторона. Но мне кажется, что это не то, чем следует гордиться. Это как это, нормальный эффект. Это не гордость, это нормальный эффект. А вот горжусь тем, что я отмоделировал танцы, причем отмоделировал социальные танцы в целом. Мне надо было что-то, что не системная инженерия, не системный менеджмент, не системное предпринимательство, потому что с этим мы работали много лет и как-то разобрались. Мне надо было продемонстрировать, что системное мышление, которое мы вытащили из системной инженерии, по факту, чуть-чуть из менеджмента и инженерии предприятия, оно натягивается на большое количество других предметов. И танцы, которые эфемерный такой объект, о нем трудно очень мыслить, потому что, ну там, три минуты этот танец существует, если на вечеринке собрались двое, танцуют, и там же еще музыка есть, и как бы через три минуты этого танца нет, и он полностью сочиняется в ходе этого танца, то есть нет никаких нот, никаких описаний, ничего этого нет. И если бы нам удалось сделать системную модель вот этого, и проверить эту модель тем, что мы сделали бы что-нибудь лучше, то вот это был бы успех в системном мышлении. И мы за год это сделали, началась работа, мы начали работать с Ириной Парамоновой, и к нам подключился Антон Климат в этот момент, с которым мы работали и до этого еще несколько лет, мы сделали модель системного фитнеса, то же самое, долго выделяли специфический уровень системный, но там была простая модель, а вот когда мы вышли на уровень танцев, эта модель была уже сильно посложнее, и мы год занимались этим моделированием, и выпустили учебную группу, и когда мы показывали другим преподавателям танцев, то они признали, что мы учим примерно в пять раз быстрее, чем в других школах танцев. И вот это вот, я считаю, это очень крутой результат, его мало кто понимает. Побочный результат тот, что на примере танца нам удается рассказать, каким образом мы выделяем системные уровни нашим вниманием, а не раскладывая предмет на части. То есть мы как бы узреваем части в динамическом объекте, узреваем части нашим вниманием, выделяем, и перещелкивая вот это вот внимание, мы меняем системные уровни в изложении. И вот этот промежуточный пример, который проще предприятия, которое очень динамично, и там больше людей, и все так и говорят, там книжка «Танец перемен», это же как раз книжка про предприятие у Петера Сенджа. И вот этот вот пример с танцами, он очень крупно продвинул, я им очень горжусь, поскольку это не классическое, не стандартное, достаточно обширный такой проект, там участвовали десятки людей, с которым справилось системное мышление. Следующий вопрос, можно ли гарантированно достичь успеха? Нет. Потому что кроме системного мышления вам потребуется еще и антологика, кроме антологики от вас потребуется собранность и много-много-много чего. И кроме того, многие современные исследования показывают, что успех, вообще говоря, во многом определяется удачей, истечением обстоятельств, а не личными характеристиками или интеллектом и всем прочим того человека, который этого успеха достигает. И у меня опять же в образовании для образованных это написано, даны ссылки на эти исследования, было выполнено даже компьютерное моделирование, где у агентов выяснилось все то же самое, что агент, который поумнее, все равно может сработать плохо, может сработать хорошо, в зависимости от того, в какие обстоятельства жизненный он попадет. То есть удача, она превалирует, как ни странно, над интеллектом. Но вам потребуется некоторый уровень интеллекта, чтобы не профукать эту удачу. То есть если вы вытянули лотерейный билет, у вас должно хватить ума пойти и сдать его в ту кассу, где вы получите свой миллион. Если вы смотрите на лотерейный билет и понимаете, что это просто какая-то бумажка, фантик от конфеты, и выкидываете ее, ну все, в этот момент интеллекта вам не хватило, и гарантированно не будет успеха. То есть все-таки некоторый минимальный уровень интеллекта вам нужен, и если вы хотите конкурировать вот с остальными людьми, ваш интеллект должен быть чуть выше. Системное мышление, безусловно, входит в этот интеллект. И это крайне важно. Дальше у нас вопрос, опять же, Андрея Анатольевича Телятникова. И я на этот вопрос, опять же, письменно ответил ВКонтакте вчера. И тот вопрос, что надо ли повторять Арист-Рис и прочие подобные эксперименты, потому что я еще в 2009 году говорил, что смотри, сколько мы узнали в 2009 году, а сейчас 2020 год, вон сколько мы знаем. Не повторить ли нам опыт Арист-Рис, как бы не разработать ли вот так же Арист-Рис новый, с нуля, как вот тогда это было, взять патентную базу. И смотрите, как жизнь поменялась. Сейчас бы я говорил совершенно другие слова. Вы, например, берете какую-нибудь огромную нейросетку типа GPT-3, да, и вы вгоняете туда просто настройку, делаете на патентную базу. Я не уверен, не ведутся ли эти эксперименты сейчас. Это дорогие достаточно эксперименты, но вы понимаете, что в следующем году они будут дешевле, через пять лет они будут совсем дешевые, и мы вернемся к этому вопросу, да. Вы читаете эту всю базу, потом вы начинаете патент, то есть вы говорите, у меня функция вот такая-то, и дальше нейросетки предлагаете сгенерировать, что там будет дальше в патенте. И нейросетка вам дает соответствующий ответ, то есть вы вполне можете изобретательские приемы вот эти уже сегодня выбирать нейросетями. Если вы правильно, конечно, поставите эти вопросы, у вас есть соответствующее финансирование. А так, ну, мозгами человека я бы сегодня не советовал туда лезть, потому что это зряшная трата сил, вы все равно проиграете нейросетки. Как сказал тот же Карпаты, который в фирме Tesla, которая машинки электрические выпускает, да, он как раз искусственным интеллектом занимается. Как он сказал, что как бы вы не умели программировать, как бы вы там не пыжились, все равно метод градиентного спуска будет писать лучшие программы, чем вы сегодня пишете. И то же самое, вот эти вот алгоритмы типа Aris 3, метод градиентного спуска лучше это сделает с патентной базой, чем лучше умы человечества. То есть сейчас такой переходной период, когда только простые вещи это делается, архитектуры сети делаются, например, а может ли изобрести машину алгоритм reinforcement learning. Может, какой, ну, например, этот алгоритм, который опубликован был на прошлой неделе, фирмой DeepMind, он в 14 играх Atari, он показывает сверхчеловеческие результаты. Ну, то есть не самые простые алгоритмы уже изобретаются машиной, а через год-два это будет сильно покруче. Письменно вы можете это смотреть, а мой ответ такой, что, ну, как это, уже поздно или наоборот еще рано, но вот такой вот сумеречный момент, когда людьми поздно, машинами еще рано, и если ставить эту задачу, то ее надо ставить по-другому и начинать как бы начинать чуть раньше. На этом, как я понимаю, остался один вопрос, мы чуть, наверное, задержимся на одну минуту, потому что следующий вопрос, Анатолий, а когда будет готов iSistant, и будет ли возможность там разместить свой курс? Будет ли школа помогать с содержательной разработкой курса? Значит, ответы следующие, iSistant вообще в какой-то версии готов, и все люди, которые идут онлайн-курсы системного мышления, все люди, которые идут системный менеджмент и стратегирование, введение в системное мышление, антологику, они работают с iSistant. Мы, чтобы понять, что это такое, я очень советую смотреть наши доклады, мой и Ильшата Габдулина, на не конфе, которая была в прошлую субботу. Мы подробно про это рассказывали. То есть, iSistant готов, он продолжает разрабатываться, готов он будет и через год, но совершенно в другой версии, готов и через два, и как бы там каждый день что-нибудь новенькое. Будет ли возможность там разместить свой курс? Да, и будет ли школа помогать содержательно-разработкой курса? Тоже да, но хитрым образом, потому что мы считаем, что школа представляет собой платформу, которая выдает курсы по трансдисциплинам, и кроме того, она выдает учеников, которые прошли эти курсы по трансдисциплинам. Если вы разрабатываете какой-то прикладной курс, то вы можете использовать этих учеников, которые явно умнее, чем просто люди с улицы, для того, чтобы разработать на базе этих трансдисциплин, если вы помните, трансдисциплины входят во все остальные дисциплины, следовательно, в любой курс, который вы затрагиваете, они там войдут. И на вот этой базе вы разработаете более компактный курс, мы с удовольствием предоставим свои сервера, и мы считаем, что внешние преподаватели, разработчики прикладных курсов на базе наших трансдисциплин, на базе общих дисциплин, ну вот это одна из основных моделей будет роста, и чтобы наши курсанты могли получить компактные прикладные курсы, быстрее их пройти, чем у конкурентов, да, а преподаватели получили бы вот такую вот платформу, где они тоже могли бы учить быстрее более умных людей. Вот, поэтому ответы да, да и да, и в принципе вы уже сегодня можете начинать такую деятельность, потому что многие трансдисциплины у нас готовы, и если вы готовы возиться с прикладным курсом, то как бы вперед будем разговаривать. Так что, Ирина, я считаю, что ответил на ваш вопрос, можете еще раз повторю смотреть наши доклады на Неканфе, там это более подробно развернуто и с картинками из слайдов. На Сем вроде бы все, есть вопросы про моделирование социальных танцев, уфимская школа НЛП, да, мы знакомы со многими исследованиями нового кода НЛП, и я сам в свое время даже у Гриндера учился, как ни странно, и совершенно этого не стесняюсь, потому что это то же самое бихевиористика, что и сегодня в когнитивистике. Чего стесняться-то? Да, понятно, что это поколение 75-го года, 85-го года, но стесняться абсолютно нечего, если вы понимаете, что это как бы немножко древние вещи, их надо откорректировать, но конкретно с этими работами нет, по танцам, и я думаю, что мы немножечко все-таки другим занимались. Смотрите, у нас моделирование системное, в смысле, что у нас используются системные уровни, моделирование НЛП, оно про другое, скорее всего, там работа велась с каким-то, именно вот по новому коду, с каким-то бессознательным, то есть обращение в обучении танцам к бессознательному. Мы бессознательное, конечно, учитываем, но наш путь это через осознанность, через сознание, в принципе, НЛП там тоже самое путь через сознание, но новый код это такое специфическое направление, которое прямо бьет бессознательное, поэтому мы аккуратно бы советовали сейчас использовать вот эти вот материалы, вполне возможно, что идеологически там не совсем нам с ними по пути. Все остальное вроде бы я ответил, на все вам большое спасибо, и я почти уложился в это ам, ура, мы как бы закончили эту серию за три подхода.